Окей. Всем привет. Меня зовут Ярослав. Я сегодня хочу немножко поговорить о Django, в частности о Django.RM. Я достаточно давно использую Django в своих проектах и за время использования слышал достаточно много хорошего и много плохого про Django. Но как бы Django.RM это такое проблемное место Django, потому что многие стыкаясь с Django, когда используют Django.RM, говорят, что Django плохая, вот не стоит ее использовать. Сегодня в своем докладе я хочу немножко поговорить о проблемах, которые есть при использовании Django.RM. Как избежать частых ошибок. Что можно сделать для того, чтобы ваше приложение загружалось не в течение 7-8 секунд, а загружалось в течение нескольких миллисекунд. Также немножко хочу поговорить про конкурентность. Какие есть средства в Django для того, чтобы, если вы используете какие-то финансовые аккаунты или еще что-то, чтобы в конечном итоге у пользователя был баланс положительный, а не отрицательный. Как этого избежать? Давайте сегодня пройдемся по всем этим пунктам. Ну, начнем. Прежде всего, самый такой базовый. Есть ли в зале люди, которые не знают, что такое ORM? Окей, супер. Все знают, хорошо, но все же я почему-то готовил этот слайд, поэтому скажу, ORM по определению Википедии это Object Relation Mapping. Если своими словами, это такая прослойка, которая позволяет вам в Python, делая запрос в Python, получать тоже какой-то ответ в Python. Эта прослойка преобразовывает ваш Python запрос в SQL query, делает запрос в базу, возвращает результат и преобразует его в Python ответ. Но прежде чем приступать к любой проблеме и к любой оптимизации, вы должны понимать, что это за проблема. Не стоит кидаться и вот говорить, что все, у меня там идет тысяча запросов в базу, все, я сейчас все выброшу, выкину Django, перепишу на Flask. После этого перепишу, выкину Flask, перейду на Closure, потом еще куда-то. Прежде чем приступать к любой проблеме, нужно идентифицировать проблему. Если вы понимаете, где проблема, это на процентов 80 вы ее решили. Поэтому давайте посмотрим, какие есть инструменты понимания, что Django делает с вашей базой, какие запросы делает, что происходит. Первый такой известный и встроенный инструмент это библиотека Django, которая идет сразу с ней. Это библиотека Connection. Данная библиотека работает только когда у вас setting state true. При ее использовании получается таким образом. Вы импортируете данную библиотеку, делаете запрос и соответственно после выполнения запроса в параметры queries у вас разрешается лист. Данный лист содержит dictionary. Этот dictionary имеет два поля. Первое поле – это SQL, поле, которое говорит, какой запрос был произведен. И второе поле – это время. Время выполнения данного запроса. Хороший инструмент, встроенный, можно использовать, но не всегда хочется импортировать что-либо, поэтому есть такое расширение как Django extension. Если вы не знакомы, кто использует Django, возьмите себе на заметку. Django extension – это очень такая приятная библиотечка. Данная библиотечка идет с командой shell plus, которая позволяет работать в shell. Если эту команду запустить с опцией print SQL, соответственно вы сразу сможете посмотреть, какие запросы происходят у вас в базу. Делаем, у нас есть моделька автор, делаем запросы к авторам и соответственно после этого у нас получается мы видим сразу же SQL запрос, который произошел и время выполнения данного запроса. Ну и третий, наверное, кто использует Django, достаточно известный такой инструмент. Это Django debug toolbar. Данный тулбар сразу же в браузере позволяет смотреть, он подключается к, этот модуль подключается к middleware, сразу позволяет в браузере видеть, что за запросы, какие запросы, что происходит. Удобно использовать. Давайте приступим к ошибкам. Базовые ошибки, которые допускают разработчики при использовании Django. Первая, казалось бы, банальная ошибка, но почему люди делают ее. Это то, что когда вы используете ORM, вам нужно делать фильтрацию или что-либо. Вы делаете ее в базе, а не в Python. Поэтому Django ORM предоставляет банальные хорошие инструменты. У вас есть фильтр для фильтрации exclude. Не делайте, как показано выше, не делайте фильтрацию в Python. Оно будет медленнее и будет работать намного неправильно. Поэтому используйте фильтр exclude. Это первый такой банальная ошибка, но почему-то люди ее делают. Вторая ошибка, это когда у нас есть вопрос достаточно простой. То есть стоит вопрос, есть ли у нас автор, который использует ящик Gmail. Люди решают этот вопрос разными путями. Берут всех авторов и смотрят, есть ли. Есть ли количество вторых больше нуля. Все эти вопросы, они отвечают на этот вопрос, но не отвечают конкретно на тот вопрос, который вы задали. Есть ли у нас автор. Для того, чтобы ответить на такой вопрос, Django ORM предоставляет метод exist, который вам возвращает булленовое значение true или false и сразу же возвращает и делает маленький короткий запрос в базу, не вытягивает все элементы, позволяет вам, во-первых, сэкономить память и ответить на нужный вам вопрос. Следующая ошибка, это схожая с предыдущим слайдом, вопрос количества элементов. В базе данных есть метод count. Этот метод работает быстро, считает количество элементов. Используйте ее. Django ORM предоставляет также аналогичное название метода count, который позволяет вам вернуть сколько запросов, сколько соответственных объектов содержится в вашей базе. Следующая такая ошибка, вроде бы неявная, но она говорит о том, что понимание, как Django работает с внешними ключами. То есть если у вас есть какое-то поле, есть внешний ключ и вы отвечаете на вопрос, есть ли у меня, у этой книги, вот в данном вопросе, стоит такой вопрос в данной ошибке. Есть ли у меня, у этой книги автор. То есть люди делают вот таким вот образом. Вроде бы все правильно, но не совсем. Что делает вам Django? Автор – это объект. Этот объект для получения, для преобразования объекта Django нужно вернуть все полностью, загрузить этот объект. Для загрузки объекта ему нужно вытянуть полностью всю запись. Поэтому это дополнительный запрос в базу данных. Для того, чтобы проверить, есть ли у вас автор, Django.RM предоставляет ключ, по ключу, которому, внешнему ключу. Для доступа к внешнему ключу вы можете всегда обратиться с нижней слэш ID. Поэтому если вам нужно только узнать, есть ли автор по внешнему ключу, используйте вот это значение нижней слэш ID всегда при использовании фреггинкея. Следующая достаточно распространенная ошибка, это когда люди получают все данные. То есть вам нужно вернуть, к примеру, только название книг и прайс. Вам нужно определенные поля. Django предоставляет несколько инструментов для решения данной проблемы. Первый – это модуль values. Модуль values возвращает вам dictionary с нужными вам полями. Следующий модуль – это модуль values. Он тоже возвращает tuple, в котором вы видите ваши записи. И, соответственно, еще есть такие методы, как defer и only. Они предназначены для того, что если вы по каким-то либо соображениям работаете с объектами, и эти объекты вам нужны. То есть в нашем случае only и defer возвращают объекты только с теми полями, которые вы запросили. То есть only – это те поля, которые вам нужны. Defer – это исключить те поля, которые мне не нужны. По сути, произойдет тот же SQL-запрос в базу данных, в котором вытянем только те поля, которые нужны. Если же при работе с таким объектом вы запросите то поле, которое вы или исключили, или не запросили, Django.rm сделает дополнительный запрос. Поэтому будьте внимательны и, как бы, если вы выбрали определенные поля, работайте только с ними. Следующий такой, ну, распространенная еще такая ошибочка, когда вам нужно работать с большим количеством объектов. Если кто работает Django с query set, они знают такое особенно, что query set сам lazy, да, то есть что это означает. Он загружает вот все объекты, вложит в какой-то кэшик, и после этого мы этот кэшик используем, чтобы постоянно не дергать базу. С одной стороны это такой позитивный инструмент, но нужно понимать, что не всегда это хорошо. В некоторых моментах, когда у нас достаточно много объектов, и мы делаем запрос в базу, соответственно выгружаем все объекты. И все эти объекты, где хранятся в памяти, наше приложение начинает с одного метра там занимать 10, 20, 30 расти. Поэтому для избежания такой ситуации вам нужно, если работать только с одним объектом, используйте iterator. Iterator позволяет вам по сути загружать в память только один единственный объект. И ваше приложение не будет разрастаться и не будет использовать достаточно большое количество объема памяти. Это достаточно уж удобно. Ну и еще такая неявная ошибка, которая используется, возникает в джанге. Это вот в нашем седьмая ошибочка. Вот достаточно простая. У нас есть транзакция. Внутри транзакции мы создаем автора, потом мы вызываем дополнительный метод. Это дополнительный метод, мы говорим какой-то там, не знаю, идет в третий сервис, проверяет email, сохраняет и соответственно после этого сохраняет. Может есть кто видит, какая здесь ошибка, что произойдет в конце, в конце транзакции. Что у нас будет в поле email после выполнения вот этого запроса? Да, будет фейковый email. Почему это произойдет? То есть если вы посмотрите на запрос, что происходит здесь? У нас метод setemail делает запрос в базу данных. То есть мы создали объект автор, после этого вызвали метод setemail. Setemail идет в базу, получает данный объект, по сути сохраняет email и возвращается назад. В этот момент, если говорить про третью строчку, объект item не имеет никакого понятия в то, что какой-то второй запрос переписал email. И по сути в этом объекте значение email имеется еще старое. Когда мы сохраним, по сути получается, мы перезапишем запись, которая была произведена ниже. Поэтому есть несколько подходов для решения этой проблемы. Чуть дальше по слайдам я покажу еще один подход. Но самый простой и самый понятный метод. Во время одной транзакции используйте объект. То есть если у вас есть атомарная операция или еще что-то, используйте внутри ее объект. Передавайте между методами объект. Тогда этот объект всегда будет консистенцией, соответственно, в любом вашем методе. Это такие базовые ошибки, которые в принципе нужно понимать, когда вы разрабатываете ваше приложение. И нужно всегда про это помнить. Теперь давайте немножко поговорим, перейдем к второй теме доклада. Это performance. Performance у Django это такая достаточно такая больная тема, потому что если вы maintainer большое приложение, в один прекрасный момент вы смотрите, что запросы к базе растут, частота выполнения запросов растет и все остальное. И как с этим правиться? Django представляет очень достаточно много интересных инструментов для исправления этой ситуации и улучшения работы с базой данных. Давайте посмотрим, какие это инструменты. Ну начнем с самого такого базиса. Это select-related. Select-related это такой метод, который по сути делает в базе данных join. Что это означает? У нас есть внешние ключи. Django.rm создает такой запросик, который идет в базу, делает в базе join, после этого объединяет несколько табличек и возвращает вам за результат. То есть в первом случае это решает, грубо говоря, если кто знаком, то решает проблему n плюс 1 запроса. Что это говорит? Это вот в первом нашем запросе нам нужно вытянуть все книги. Это будет по каждой книге, когда мы вытягиваем автор, это дополнительный запрос. У нас создается сколько книг, столько и запросов. Плюс запрос по самим книгам, то есть n плюс 1. Во втором случае у нас создался только один запрос, потому что с помощью select-related мы сделали join на внешнее поле, база данных сделала join и вернула нам результат. Django.rm закешировала все ответы по книгах и соответственно вам в течение одного результата вернула все ответы. Очень полезный метод, когда у вас есть внешние ключи, пожалуйста, вы помните и всегда используйте. Потому что иногда, когда смотрим на какую-то таблицу, предебажим, смотрим тысячу запросов, вот такое вот изменение может вернуться к одному запросу. Следующий такой, второй по значимости, значение, это prefetch-related. Prefetch-related это вроде бы как бы то же самое, что и select-related, но немножко другое. Он работает для, когда у вас есть связи many-to-many, many-to-one. Что это означает? У вас есть много к новим, да? То есть в этом случае join происходит на уровне Python, потому что база данных не умеет делать такие join. То есть по сути сама ORM понимает, что вам нужно объединить, делает в нашем случае два запроса. То есть сначала мы выбираем всех авторов, потом находим все книги для этих авторов. То есть вот эти два запроса сделаны. После этого Django ORM соединило их и соответственно вам получился результат. То есть в нашем случае вместо там n-ного количества запросов мы получили два запроса. Помните про это? Используйте select-related, prefetch-related. Prefetch-related имеет некоторые такие подводные камни, про которых нужно помнить. Первый это такой подводный камень, вроде посмотрим. Ничего особо не изменилось. Мы захотели выбрать книги, которые имеют рейтинг больше трех. Все прекрасно. Но вместо двух запросов у нас получилось 18. Где? 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 Откуда взялись? В моем случае 18. Вашим может быть тысяча миллион. Сколько записей. Prefetch-related, он не настолько умный, чтобы понимать, когда происходит фильтрация. Когда происходит фильтрация, он не может на уровне пайтона сделать вам объединение. Django для решения этой проблемы вводит объект prefetch. Объект prefetch позволяет решать данную задачу. Объект prefetch говорит, вытяни мне из базы те записи, которые я буду сделать с определенным фильтром и потом добавь как запись, как значение поля, дополнительное значение поля к авторам. Top books. То есть что у нас происходит? У нас есть запрос, который делает prefetch-related. Мы создаем prefetch, который говорит, что нужно вытянуть по книгам. После этого мы говорим, что нам нужно создать параметр top books, который будет присоединен к авторам и, соответственно, он вернет вам все записи по данным книгам. Поэтому помните, при использовании prefetch-related, если у вас фильтрация, дебажьте и смотрите, сколько запросов происходит. Используйте prefetch, он достаточно полезен в этом случае. Следующий. Почему-то Django разработчики забывает, что про такие мощные инструменты Django, как subquery и аннотации. Subquery и аннотации позволяют сократить, улучшить ваше приложение в кучу. То есть просто на практике позволяло там с 7 секунд выполнять там запрос до нескольких миллисекунд. Subquery и аннотации – это большая тема, в которую я сегодня, к сожалению, не смогу полностью покрыть. Я сегодня покажу на банальном примере, где вы можете и как его использовать. В дальнейшем, то есть Django представляет хорошую документацию, посмотрите и почитайте. То есть я хочу показать на таком банальном примере. У нас есть простая задача. То есть вывести список авторов, имя автора и количество книг у этого автора. Для решения этой задачи нам нужно, во-первых, вывести имя автора. Как видите, имя автора состоит из двух полей в базе данных автор. FastName, LastName. И количество книг – это, соответственно, сделать каунт по количеству книг. Для решения первой задачи я использую аннотации. Что говорит аннотация? Аннотация говорит, давайте я сделаю что-либо не в Python, а в самой базе данных. То есть в первом варианте, как правильно 80% людей делают, так и Django показывает. То есть для получения fullName у нас есть метод getFullName, который конкретинирует, объединяет первое, то есть fastName, lastName. Эту же задачу может решить база. База сделает это намного быстрее и намного качественнее. Для решения этой задачи, это такой простой примерчик. Аннотейшн на многом-намного больше может делать. Но в этом случае для решения этой же задачи можно использовать аннотейшн. Аннотейшн что говорит? Хорошо, я сделаю тебе конкатенацию в самой базе данных, возьму первое имя, потом поставлю пробел и, соответственно, объединю со вторым именем. Этот запрос сделается намного быстрее и сразу же у нас после query у нас получится имя автора. Следующий запрос, это получается нам нужно посчитать количество книг. Это нужно взять автора, найти все книги и сделать у них каунт. Это дополнительный запрос в базу данных. То есть у нас есть тысячу авторов, это еще тысяча запросов, да, по каждой посчитать сколько количество книг. Мы можем это сделать все с помощью одного запроса. SubQuery это позволяет делать. Как это делается? Мы берем subQuery, составляем с помощью Django, 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 REMA наш subQuery. Говорим, давайте возьмем наши книги, потом сделаем связь по книгам по автор ID, полю, посчитаем это количество книг и после этого вот это запросик, SubQuery, запишем наш запрос автора. Мы берем автор, берем его имя и говорим, нам нужно вывести количество книг. Определяем это как subQuery, указываем наш subQuery, говорим, что в конечном итоге у нас получится на выходе поля integer и выведем эти значения. То есть это один запрос в базу данных и мы сразу получаем наш ответ. Никаких тысяч, никаких там еще каких-то. SubQuery и annotation это очень хороший инструмент, если вы используете ORM, Django. Следующий почему-то тоже как бы известный инструмент, но игнорируют люди. Это кейс. То есть нам нужно делать какую-то логику. Эту логику можно сделать в базе. Поверьте, база это сделать намного быстрее, чем Python. Вот банальный пример. Нам нужно вывести, мы хотим сделать скидки на книги. Мы говорим, что все книги с рейтингом выше 4 будут иметь скидку 10%. Все книги с рейтингом выше 2 будут иметь скидку 5%. Все книги, которые там ниже 2 не будут иметь скидку. Пожалуйста, мы сразу же это в базе можем сделать. Мы говорим кейс. Говорим при первом условии мы добавляем значение 10%, при втором говорим, что будет значение 5%, а вы соответственно при третьем значении 0. Также, если вы используете кейс, если у вас возникает задача какой-то неординарной сортировки еще что-то, используйте кейс, достаточно хороший такой же инструмент. Следующее, не стоит забывать про aggregation. Aggregation это такая, тоже вы можете делать определенные операции в базе данных. То есть здесь я тоже показал, как можно сделать агрегацию такого фильтра запросов. Здесь стоит задача вывести количество книг и вывести количество книг, которые имеют рейтинг выше 4. То есть для того, чтобы не делать 2 запроса, это все можно поместить с помощью одного запроса. То есть мы создаем aggregation функцию, в которой мы добавляем наши условия, что если рейтинг книги больше 4, мы говорим, добавьте, при таком условии мы говорим, значение будет 1. Во всех остальных случаях значение будет 0. И в конечном итоге мы суммируем это все значение и получаем количество книг, которые нам нужно с рейтингом выше или равно 4. Такое было до джанги 1.9. Потом джанга 2.0 пришли, посмотрели на эти запросы, сказали, ну ребят, сложно. Сложно и запомнить достаточно сложно. Они упростили и в джангу 2.0 они позволяют в эту всю конструкцию минимизировать до двух строчек. Они добавили в aggregation методы фильтрацию, поэтому сейчас можно это сделать в джанга 2.0 достаточно просто. То есть все вот эти подходы, когда у вас есть проблемы с производительностью и еще что-то, самое главное использовать при внешних ключах. Мы знаем, что у нас есть select related. При manage many мы используем prefetch related. При manage many с фильтрацией используем метод prefetch. Когда у нас есть дополнительные запросы, какая-то логика, смотрим на subquery, смотрим на кейсы. Когда у нас сегрегация, то есть что-либо посчитать, еще что-то, смотрим аннотации и aggregation. Все вот как бы вот эти все аспекты, они позволяют сократить количество запросов в базу, время ответа вашей страницы. Поэтому как бы внимательно как бы используйте вот такие аспекты. Следующий, давайте как бы последняя часть моего доклада это про конкуренцию. Конкуренция как бы в чем заключается проблема? Проблема в том, что разработчики думают в таком режиме, какие пишут код. То есть у нас есть код и мы так и думаем, что все будет выполняться. Но что происходит, когда у нас два параллельных запроса? Два параллельных запроса, возникает конкуренция и тогда происходят какие-то непонятные вещи. Это нужно тоже иметь в виду и всегда помнить про такие, что такие случаи возможны. Давайте посмотрим, какие есть ситуации конкуренции. Первая такая банальная проблема. Есть два запроса. В одном запросе методе мы меняем название книги, во втором запросе мы меняем название рейтинга. Вроде бы ничего такого сложного, ничего какого-то такого сверхъестественного. Но что произойдет, может кто знает, когда вот эти два запроса будут выполняться параллельно? Вот они запускаются одновременно. Да, все верно. То есть одно значение мы потеряем. Почему потеряем? То есть у нас есть два воркера. Первый воркет читает значение и второй читает значение. Мы видим, в первом случае мы прочитали название у нас Python, рейтинг 3. Во втором значении то же самое. Второй воркет прочитал те же самые значения. Что происходит, когда первый воркет начинает писать? Он записывает, меняя значение name и соответственно записывает в базу name. У нас получилось, что в базе сохранило значение названия Python 3, рейтинг 3. Воркер второй, когда начинает писать, он ничего не знает, что что-то произошло. Он прочитал значение Python, но рейтинг у него 5. Тот, кто будет последний, тот и выиграл. По сути мы переписали значение. То есть для решения этой проблемы есть несколько инструментов. Самый банальный простой инструмент. Когда вы сохраняете модельку в Django, Django говорит, вы можете определить, какое поле вы изменили в этом методе. Для того, чтобы определить это поле, у нас есть update fields, которые мы приобретеляем. В метод методе я изменяю только поле name. В этом методе я изменяю average rate. Запрос, который будет Django.rm делать, он будет update определенного поля. Не update всех записей данного объекта, а update только тех полей, которые вы изменили. Следующая такая известная проблема счетчика. В чем заключается проблема? Здесь заключается проблема в том, что когда нам нужно сделать счетчик, мы берем запись базы и суммируем. Вроде бы все просто, вроде бы все хорошо, но иногда два воркера пришло, значение должно быть два, а в конечном итоге один. Потому что первый воркер и второй воркер не знают, что они работают параллельно. Решение простое, достаточно классное. Есть F, который, метод F, который сразу же позволяет делать арифметическую операцию в базе данных. Мы говорим, что тогда вот это инкремент на один будет происходить в базе. F вообще очень классный инструмент для того, чтобы делать определенные мелкие арифметические операции не в Python, а в базе. Но есть несколько моментов. Давайте посмотрим здесь. Вот может возникнуть trace condition. Потому что в первом случае, когда вы делали, сохранили у нас count 1, если вы потом дальше работаете с тем же объектом и опять же сохраняете, оно опять инкрементирует ваш счетчик. То есть вместо 11 у нас получилось 12. Поэтому вот такой вот момент нужно иметь в виду. Если вы вызвали счетчик, сохранили, дальше с этим объектом как бы не стоит работать в дальнейшем. F вообще достаточно классный инструмент. Вот как бы для арифметической операции выносите арифметические операции в базу. Она делает это быстрее. И если у вас есть простые операции, то очень классно. Теперь давайте посмотрим на такой более жизненный интересный пример. То есть в этом примере я хочу показать. У нас есть определенная коллекция книг. У нас есть пользователь. И мы у этого пользователя по сути есть какой-то баланс. Баланс там в чем-то. И по сути в определенный момент мы хотим выставить счет. Счет это означает мы списываем с баланса пользователя и ложим ему, отдаем эту коллекцию книг. То есть в нашем случае берет коллекцию книг, берем, считаем количество книг, сумму, смотрим, есть ли у этого пользователя баланс достаточный для покупки вот этой коллекции. Говорим да, есть. Создаем платеж. Соответственно все. Если же средств недостаточно, мы выкидываем exception и уходим. Давайте посмотрим, что происходит реально. У нас есть две коллекции. Пользователь работает, не знаю, параллельно. Первый пользователь. Проверяем баланс. Баланс 100. Первый воркер запускается, смотрит баланс, мне нужно купить коллекцию со стоимостью книг 80. Второй воркер у меня 50. Первый и второй смотрят баланс 100. Все хорошо. Я могу отнимать деньги у пользователя. Отнимаю денежки у пользователя, получаю 20 и второй отнимает денежки у пользователя. Получаем минус 30. Классно. В конечном итоге приходит заказчик и говорит, ну как же так? У него было 100 и стало минус 30. Должно было ноль или exception, а у вас минус 30. Давайте снимем с вашей зарплаты. Тогда это не очень приятно. Давайте посмотрим, что происходит, как избавиться от таких ситуаций, как сделать так, чтобы проверить баланс и пока первая транзакция не закончилась, чтобы вторая не выполнилась. Для решения этой проблемы есть в базе данных такой метод, как select for update. Данный метод говорит следующее. Я возьму вот эту вот запись, заблокирую эту запись как бы на… Я считаю эту запись и заблокирую как на запись. То есть она берет запись с базы данных, делает блокировку этой записи. Пока первая транзакция у нас не закончилась, вторая транзакция не может прочитать, соответственно, эту запись. Она ждет в режиме ожидания. Как только первая транзакция у нас выполнилась, значение записалось, мы получили это значение. Соответственно, после этого мы получили, прочитали значение и выполнили вторую транзакцию. Как Django подошло к решению данной проблемы? Тоже как бы что… Как вот это по воркерам выглядеть? Воркера первый читает, читает баланс 100, позволяет ему записывать второй воркер, на select for update ждет. Пока баланс не обновился, баланс обновился, тогда получили мы во втором воркере наше значение и после этого произошло обновление баланса. Проверка по второму балансу, достаточно или нет воркера. То есть что Django дает? Django говорит, что пожалуйста, select for update есть, мы можем ее использовать Django. Мы делаем в нашем случае select for update на пользователя. То есть что мы говорим? Мы берем коллекцию, считаем количество, дальше блокируем данного пользователя, чтобы до окончания данной транзакции никто не мог прочитать его баланс. То есть если параллельно запустится какой-то запрос, он будет в режиме ожидания. После этого делаем нашу проверку, достаточно ли у нас баланса. Если достаточно, создаем платеж, выходим. Следующий воркер, соответственно, не сможет прочитать значение до того, пока первый воркер не закончит транзакцию. Классный инструмент. Если используете платежи, если используете параллельность, помните про select for update. select for update имеет несколько таких подводных камней, которых я бы еще тоже хотел сказать. Помните, ну как бы первое. Это query set у нас lazy. То есть что это означает? Оно выполняется, когда нам нужно, а не когда мы это написали в коде. Поэтому, то есть если у нас есть первая транзакция, то есть по сути мы сделали запрос на вот этих пользователей, оно не выполнится, оно не сделает блокировку, потому что Django не выполняет этот запрос. В этот момент вы просто его задали, не выполнили. Для того, чтобы этот запрос произошел, нам нужно вот простой метод, это обернуть буллинг. То есть мы обращиваем буллинг, происходит запрос в базу, происходит лакировка. Вторая проблема, которая может возникнуть, при select for update, это когда у нас возникает, нам нужно делать лакировку не на одну запись, а на 10 записей. В этом случае у нас происходит следующее. У нас может возникнуть deadlock. Это когда у нас, вот в нашем примере есть 2 записи. И по сути в первом случае воркер блокирует запись 804, следующую он хочет заблокировать 805. В этот же метод, в этот же момент второй воркер заблокировал 805 и пытается заблокировать 804. По сути блокировки deadlock. У нас выскакивает такая ошибка. Для того, чтобы избежать такой ситуации, всегда, если вы делаете блокировку на несколько количества записей в базе данных, используйте сортировку. То есть если у нас несколько записей, мы используем сортировочку, блокируем, тогда у нас все записи будут идти по порядку. Тогда второй воркер не сможет в этом порядке заблокировать. То есть такие вот моменты еще есть при использовании select for object. Ну, конечно, то есть что я хотел бы подсуммировать это все. То есть прежде всего перед тем, как происходить к оптимизации, посмотрите, почитайте, насколько ваш код чистый, насколько ли вы делаете правильных запросов в базу, минимизируете запросы. Следующее. Используйте Django RAM правильно. То есть используйте subqueries, используйте кейсы, выносите некоторые архиментические операции в базу. Следующее. Имейте в виду, помните, что вы работаете не в однопоточном режиме. У вас есть несколько воркеров на продакшене. Они могут работать параллельно. Ну, и последний такой момент это то, что ORM имеет баги. То есть поэтому не нужно доверять. Я слышал такие вот утверждения. Люди говорят, вот я использую Django, значит, я должен думать только в режиме Python. Нет. Если вы используете базу, пожалуйста, думайте так же, что происходит в базе. Смотрите, какие запросы ваше приложение делает в базу. Потому что ORM не универсальный инструмент, который позволяет решить все ваши проблемы. Помните про это. И смотрите, какие запросы возникают в базе. Все. Спасибо.